Ракета-модельный кружок в районном центре технического творчества учащихся существует уже более 20 лет. И около 10 из них кабринчане регулярно представляют Брестскую область на республиканских соревнованиях. А в этом году своим выступлением они завоевали безоговорочную победу в республике. 8 медалей из 15. Результат внушительный. То соревнования мы провели в этом году. Три класса за один день. Потому что на следующий день обещали плохую погоду. Поэтому мы летали от сих и до темнадцати. То есть дети легли спать 12 часов ночи. Представляете, какая на них была нагрузка. Конечно, это заслуга минских товарищей, которые организовывали это соревнование. Они нам сократили второй год. Вместо трех дней два. Поэтому детям было очень тяжело. В этом году каждый из пяти членов команды участвовал в двух номинациях. Соревнования проходили по пяти классам моделей. Ротошут, ракеты с лентой, модели с парашютом, ракета-план и модель-копия. В классе моделей-копии кабринчане показали два лучших результата в Беларуси. Это копия ракеты «Цикон-3». Все как на настоящей ракете. Вся детализация, все это есть в оригинале. Самое сложное все-таки было победить. Была большая конкуренция, потому что все очень тщательно готовились к этим соревнованиям. Во-первых, я очень долго делала эти ленты, потому что Дмитрий говорил, что халявы не будет. И надо делать все самому. Я все сделал со своим напарником по ракетам. Ребята готовились к соревнованиям тщательно. Под руководством талантливого педагога Дмитрия Покинь-Бороды они мастерили свои модели и делали тренировочные запуски. Модели-копии необходимо было изготовить полностью идентичными оригиналам, естественно в уменьшенном варианте. Отклонение от масштаба даже в 1% наказывало снятием очков. На соревнованиях во всех классах учитывались не только качество изготовления модели, но и время полета. Каждая ракета должна была продержаться в воздухе как можно дольше. Вернулись ребята с соревнований счастливые и довольные. Ведь каждый из них был удостоен одной или двух наград. Эта победа является стимулом для детей. Они продолжают ходить, совершенствовать свое мастерство. Естественно, когда работаешь, не получаешь результата, желание пропадает. Но здесь же с таким стимулом есть стимул удержать. До следующего года. Поэтому будут работать еще лучше.